Хей, ребят, всем привет! И сегодня такое необычное видео, мы будем вместе с вами разбираться, что же будет происходить через пару дней в Москве на международном турнире и гран-при... как это, господи, называется? Ну, в общем, вы поняли. Я решила попробовать такой немного разговорный формат, чтобы я не просто преподносила вам информацию, а чтобы вы понимали, что я сама ищу её в интернете и сама всё это нахожу в общедоступных источниках, поэтому сегодня я буду разбираться вместе с вами и говорить о чём я пока ещё не знаю, ну и, конечно, расскажу о том, о чём я знаю и поставлю вас в курс событий. Итак, в Москве уже завтра, 14 февраля, ну, для тех, кто будет смотреть сегодня, если будут такие люди, стартует международный турнир... так, нет, стопы. Вот видите уже. Завтра стартует международный турнир юниорок. Да, всё верно. Будут выступать гимнастки как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях. Индивидуальная программа пойдёт по вертушке. И также завтра же пройдут финалы, что тоже очень классно, то есть, по факту, завтра уже будут разыграны медали. От России будет представлено две команды. Россия-1 и Россия-2. В команде Россия-1 будет выступать Александра Скубова, Дарья Сергаева, Софья Агафонова и Анастасия Симакова. А в России-2 будет выступать Арина Тимошина, Диана Симошина и Софья Никеева. Ну и также групповые упражнения сборной России будут выступать тоже. Да, и по факту получается, что на этом закончатся соревнования у юниорок. В групповых упражнениях выступят ещё 7 команд примерно. Ну плюс-минус, потому что есть интересная информация, что сборная Украины была заявлена на этот чемпионат. Но, к сожалению, по слухам, по крайней мере, в интернете они участвовать не будут. Так пишут в комментариях разных во всех социальных сетях, что они должны поехать на какие-то другие соревнования, но почему-то они были заявлены. Но я предполагаю, что, наверное, ну как многие наверняка знают, кто следит за художественной гимнастикой, что сборная Украины обычно никогда не приезжает на этап Гран-при. У них как раз в это время обычно проходит их Кубок Дерюгиной, но в этом году, как видите, Кубок Дерюгиной не проходит в этих числах, и они, как я поняла, едут на какие-то другие соревнования. По юниоркам, в принципе, я особо никого еще так не знаю, поэтому я даже не буду рассказывать, кто будет выступать. Но я думаю, что со временем, это же не первое видео, не последнее видео я имею в виду, а о этом турнире. Поэтому, я думаю, мы все с вами еще обсудим. Если у вас какие-то вопросы будут, я как раз в следующих видосах все расскажу. Так, кстати, почему я решила в таком формате снять, мне кажется, что я так скажу намного больше информации, и, возможно, скажу то, о чем забыла бы сказать за кадром. Потому что тут я все-таки размышляю, вспоминаю какие-то интересные факты, вот как про сборную Украины, например. 15 февраля соревнований по факту не будет. У меня кот пришел. Это Луи. Луи, поздоровайся. Не хочешь? Ну ладно. Продолжу. 15 февраля соревнований не будет, будут только опробования площадки, и получается, что у нас будет такой некий отдых между юниорками и сеньорками. Это тоже, ну, так, я не знаю, когда так... Мне кажется, так не бывает. Но, по крайней мере, я не помню, чтобы так было. Наверняка многие знают, что еще списки сеньорок на гран-при и на международный турнир не заявлены, не вывешены. Есть только такая информация, что количество гимнасток сколько будет участвовать. А кто именно, пофамильно, списка такого нет. Вот, я думаю, что Ирина Александровна решает это в последний момент, и возможно, что это, не знаю, чуть ли не в субботу утром скажут, кто, где будет выступать. Но я думаю, что гадаются все, по крайней мере, о травмах у сеньорок. Я пока ни у кого не слышала. Ну, то есть, не слышала ни у кого, что были травмы. То есть, по идее, вся сборная России должна выступать. А, на гран-при, кстати, будет выступать, сейчас скажу, к мест для российской сборной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь мест для российской сборной. По-моему, немало. То есть, это по факту уже целая сборная. То есть, если вот так вот навскидку, возможно, кого-то пошлют на международный турнир, чтобы они завоевали медали. Ну, типа побаловать. Я не знаю, как это называется. Ну, в общем, вы поняли. Кстати, в международном турнире для российских гимнасток зарезервировано пять мест. То есть, это семь до пять. Сколько? Двенадцать. То есть, двенадцать гимнасток по сеньоркам выступят. Я думаю, что... Ну, это уже по-любому вся сборная России. Если ни у кого не случится неожиданных травм, это восемь человек и четыре гимнастки. Где-то, видимо, из резерва, наверное, я думаю. Интересно будет посмотреть на распределение, кого же поставят куда. Кого отправят на гран-при, а кого на международный турнир. Если что, на международном турнире, кстати, очень клевые... Очень клевые гимнастки выступают. Там, ну, вот из таких самых крутых. Вот Алина Горносько выступает из Беларуси. Татьяна Воложанина из Болгарии. Она недавно была юниоркой тоже. Ну, такая. Не то, что крутая, но в плане, что интересно будет посмотреть на нее. А также Ким Чиевуни скорее и Юля Водопьянова из Армении тоже уже не раз слышали про нее. Вот так что... Ну, это не все, естественно, гимнастки, но часть таких, о которых мы знаем, за которыми следим не первый год и интересно будет посмотреть. На гран-при из таких, из пафосных заявлено... Ну, Екатерина Галкина, конечно, Невиана Владинова из Болгарии. Соломе Пажава. О, я очень надеюсь, что она выступит. Ну, вот Юлиана Телегина, Воронкова, Николь Воронков. Лена Ашрам вот не заявлена. Я не знаю почему, видимо, травма или еще что-то. Из Казахстана Алина Адельханова, из Японии Каха Минагава. Ну, Екатерина Веденеева тоже будет интересно посмотреть за ней. Вот из Украины были заявлены классные, но почему-то вот в последний момент решили, что они, видимо, не будут выступать. Ну, посмотрим. Возможно, это такие, ну, типа фейковые вбросы, и по факту будет не так. Но, скорее всего, в гимнастике, мне кажется, не бывает таких фейковых вопросов, поэтому интересно, что там, что там будет посмотреть. И интересно, как Ирина Александровна распределит гимнастик, кто куда попадет. Пишите, кстати, в комментариях, как вы думаете, кто где будет поступать. Мне почему-то кажется, что кого-нибудь из топовых гимнастик засунут на международный турнир, чтобы они медали выигрывали. Ну, в плане, что я думаю, что все, конечно, могут медали выиграть, но кого-нибудь, типа, может, не знаю, какую-нибудь Аверину или Солдатову. Ну, может быть. Хотя, возможно, Ирина Александровна будет, наоборот, проверять Аверина и Солдатову в бойне, кто кого. На первых, ну, по факту на первом старте, где они будут соревноваться. Это вообще, это так интересно, я прям не могу, жду не дождусь. Но ждать, правда, еще долго, но ничего страшного. Также, вот, по интересной информации, по выступлениям будут выступать групповые упражнения. Ну, вот, Япония, интересно мне посмотреть, кто тут. Не знаю, кого-то я пропустила, классного, по-моему. Ну, да ладно, бог с ними. Все равно еще скажу, когда, я думаю, что, наверное, 16-го или 15-го выйдет все равно видео, где я расскажу, кто все-таки будет участвовать. То есть, что интересного, что будут выступать еще гимнастики сборной Омска, сборной Москвы и сборной Санкт-Петербурга. То есть, ну, как я это понимаю, что Ирина Александровна пытается, ну, не подстегнуть сборную России, которая сейчас костяка, не знаю, может воспитать или, ну, не побаловать, наверное. Но, как мне кажется, что это, ну, очень большая честь для девочек соревноваться на таком турнире. И, возможно, кто-то из них попадет в сборную России. Ну, это очень круто, короче. Ну, мне кажется, что такая тема, это классная. Да, и сразу отвечу на вопрос по поводу трансляций, потому что я уверена на 100%, что их будет очень много. Трансляции будут. Будут бесплатные трансляции 16-го февраля и 17-го февраля. То есть, когда будут соревноваться сеньорки. А 14-го февраля будет какая-то платная трансляция, как обычно, на сайте Спорт Вокруг. Я, кстати, читала как-то на форуме по поводу этой платной трансляции. Ну, типа, нахера кому она нужна? Ну, это забавно. Но я тоже, если честно, не понимаю, зачем делать платную трансляцию, почему организаторы не могут выкупить права на трансляцию. Ну, я не знаю, они пытаются, как они писали, что они пытаются не заработать, а отбить свои расходы. Ну, вот у меня тогда вопрос, почему тогда какая-то федерация гимнастики не делает трансляции. Ну, вот юниорок. Многим же тоже интересно. Ну, возможно, это не окупается, я не знаю. Сам факт, что ее не будет 14-го февраля. Возможно, что-то выльется в интернет, потому что все-таки Москва. Очень много девочек уверены, что будет снимать. Поэтому все, кто будет снимать, я буду очень рада, потому что мне нужно будет какие-то материалы использовать. Я сама, к сожалению, не смогла поехать в Москву, потому что я работаю. На работе, куда нужно ходить, и отпроситься я, к сожалению, не могу. По поводу расписания, которое пока есть, значит, 16-го февраля в субботу будет квалификация Гран-при. Блин, я где-то читала, но я вот сейчас не уверена в этой информации, что квалификация на Гран-при она же будет международный турнир чемпионок или как-то так. То есть будет международный турнир Кубок Газпрома имени Алины Кабаевой в рамках программы «Газпром детям». Вот он будет проходить как квалификация. То есть когда будет, ну, то есть по факту 16-го февраля пройдет международный турнир Алины Кабаевой. И он будет как квалификация к Гран-при основному. Ну, это, по-моему, и в том году так было. Я что-то уже не помню, если честно. 17-го февраля. Утром с 9 часов стартанет международный турнир сначала. Девочки выступят по вертушке. У них будет 4 вида по вертушке, все логично. И потом после обеда уже стартует Гран-при. Там пойдут сразу финалы. Сначала групповички и потом индивидуально. Ну, все вперемешку. В принципе, все как обычно. И вечером стартанет гала-концерт. Планируется к 5 часам уже гала-концерт закончится быстро. А, ну тут раз только финала, так да, должно быстро все закончиться. Я вроде бы про все такие интересные штуки вам сказала. Ну, а мы с вами будем ждать, когда опубликуют списки гимнасток, которые будут участвовать в международном турнире сеньорок и на Гран-при. Потому что мне очень интересно посмотреть, кто куда попадет и кто где будет выступать. Я надеюсь, что вы поняли информацию, которую я вам донесла. Если у вас какие-то остались вопросы, то обязательно пишите вниз в комментариях. Пишите вообще, как вам такой формат в плане общения. Ну, такой необычный, но я надеюсь, что он вам больше понравится. Потому что это что-то живое, живое общение. А это всегда круто. И, конечно же, пишите, как вы думаете, кто будет участвовать. Ну, кто куда попадет. Ну, в плане, кто попадет на международный турнир, кто попадет на Гран-при. Увидимся с вами скоро. Буду держать вас в курсе, пока не знаю, в каком формате в таком или за кадром. Но в любом случае, надеюсь, что это видео вам понравилось. И вы уже настраиваетесь на Гран-при. И на эту чудесную неделю, когда будут проходить соревнования. И мы будем болеть за гимнасток из разных стран. Не только за Россию, потому что мы все-таки межнациональные, международные друзья. Вот, так что я вас всех очень сильно люблю. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Мы с вами увидимся очень скоро в следующем видео, которое также будет про Гран-при. И я вас всех очень сильно люблю. Увидимся скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok